В спортивном комплексе Центра отдыха Тольятти Азота состоялся турнир среди заводчан по настольному теннису на призы профсоюзного комитета. В этом турнире приняло участие 28 человек, которых организаторы разделили на 4 подгруппы. Игра шла по новым правилам – до 11 очков и до двух побед. Турнирную таблицу организаторы составили таким образом, чтобы каждый теннисист провел минимум 6 игр. Отметим, что в турнире было заявлено много новичков, кто впервые решился попробовать свои силы в заводских соревнованиях. Их спортивный дух поддерживали болельщики. Среди участников выступали три женщины, которые на равных с мужчинами боролись за кубок и даже вышли из своих подгрупп на следующий этап. Известная теннисистка завода, специалист 32-го цеха Арина Новикова в матче за третье место уступила Олегу Шейну из 35-го цеха. Все-таки гораздо интереснее играть с более сильными. И тяжело не было. Мне лично нет. Мне тоже было интереснее играть в мишу. Так вот смешанное, чтобы было. Лидеры в турнире по настольному теннису определились сразу. В финале встретились Леонид Радегин и Юрий Рокшинас. Теннисисты давние соперники не раз встречались за игровым столом. При этом одерживали примерно равное количество побед. В игре за золото турнира на этот раз больше повезло Леониду. Соперники очень сильные. Особенно Рокшинас, Шеин, Простяков, Гана Трахтова. Арина Новикова сегодня с турпризом в четверку сильнейших вошла. Это просто, я считаю, просто сумасшедшее достижение. Заместитель председателя профсоюзного комитета Тольятти Азота Дмитрий Назин не стал сопротивляться желанию поиграть в настольный теннис и участвовал в турнире не только как организатор. По сравнению с прошлым годом у нас было больше и зрителей, что самое главное участников. И на мой субъективный взгляд, непрофессиональный, тем не менее, именно мастерство участников сегодня было выше, чем год назад. Все призеры турнира получили дипломы, медали и денежные премии.